Даны несколько положительных чисел, скажем, n штук, a1, a2 и так далее, an, это все положительные числа. Докажите, что можно составить, по крайней мере, вот столько вот разных сумм. Я понимаю, что вы не очень понимаете, о чем разговор. Давайте, скажем, возьмем, ой, да, числа все разные, вот эти ашки все разные. Давайте для определенности, пусть они будут образовывать возрастающие последствия. Я объясню, как эта задача решается для двух чисел. Даны два числа, тогда я беру вот что. Я беру a, я беру b и я беру a плюс b. Теперь, обратите внимание, 2 умножить на 3 пополам, это как раз 3. Отлично. Теперь для трех чисел сколько будет 3х4 пополам? Это знаете сколько? Это 6. Для четырех чисел 4 умножить на 5 пополам, это 10. Ну, я думаю, что если вы решите потом задачу для пяти чисел, то это будет точно означать, что вы все поняли. Так вот, если у меня дана возрастающая последовательность из пяти чисел, то требуется сколько? 5 умножить на 6 пополам, это 15 попарно различных сумм. Придумать. Я придумал 3 числа, а вы придумаете 6. Вам даны 3 числа, разрешено образовывать суммы. Суммы типа a плюс b, a плюс c, b плюс c, a плюс b плюс c. Надо выписать 6 штук, и чтобы эти точно были все разные. А потом надо будет выписать 10 штук, а потом надо будет выписать 15 штук. Я могу вам еще раз прочитать условия. Даны разные, то есть никакое не равно никакому числа, n штук. Из них разрешено образовывать всевозможные суммы. То есть каждое число может быть слагаемым, а может не быть. Требуется придумать n умножить на n плюс 1, и все это пополам, разных сумм. Понятно? Бесконечность не получится. Потому что всего сумма конечное число. Любое число либо входит в качестве слагаемого, либо не входит. Поэтому бесконечно много там уж точно не бывает. Он выпишет там сейчас 6 сумм. Только, пожалуйста, по возрастанию, хорошо? b плюс c, дальше. Так, ребята, пока все нормально. Уже написал 4 числа. Осталось 2 еще. Такой красивый. Идеально. Все видно. b плюс c, и дальше. Спасибо, решил задачу. Итак, a меньше b, b меньше c, c меньше, чем a плюс c. b плюс c, а плюс c меньше, чем b плюс c. Молодец. И a плюс b меньше, чем... Виноват. b плюс c меньше, чем a плюс c. Итак, еще раз повторяю. a меньше, чем b. Это правда. b меньше, чем c, c меньше, чем a плюс c. b плюс c, а плюс c меньше, чем a плюс b плюс c. Отлично. Будьте добры, для 4, ну а потом посмотрим. Если не сразу поймете, то для 5 тоже напишем. Я думаю, что все уже все поймут в тот момент. Кто для 4 чисел, напишет 10 таких сумм. Это не сложно. Если вы приглядитесь к тому, что он сделал, то поймете, что все хорошо, все легко. Выписываем суммы. Да, прошу. Давайте, давайте, чего, вперед. В таком же стиле. Только у вас побольше чисел будет, поэтому придется, вы тоже переходите. Но, в принципе, в таком же стиле. а, дальше, b, c, d, а вот это уже нельзя, потому что мы не знаем, а плюс b равно c или не равно. Все, спасибо, садитесь. Нельзя. Дело в том, что, когда вы пишете а плюс b, совершенно непонятно, почему это будет больше, чем d. Нет, а меньше b, меньше c, меньше d, а плюс c, а плюс d, b плюс c плюс d, c плюс d, b плюс c плюс d, а плюс b. И сколько их у вас? 10. Точно? Да. А плюс d, b плюс d, c плюс d. А, эти. А плюс c, а плюс c делать нельзя, потому что оно может случайно равняться d. То есть давайте-ка вот это число мы точно уберем. Вот, а плюс d делать можно, а плюс c нельзя. Так что у вас все-таки 9 числа. Ребята, подправить чуть-чуть надо, давайте. Сотрите и исправьте на правильник. А плюс d можно писать, b плюс d можно писать, c плюс d тоже можно писать, а, c, d тоже бывает такое. b, c, d, отлично, дальше что? Не, пожалуйста. Да? А, а, ну вот я закончил, сколько числа? Написано, а в 15 числе. Так, ну смотрим, 4 числа вида a, b, c, d, потом a плюс d, b плюс d, c плюс d, это 3 числа, потом a плюс c плюс d и b плюс c плюс d, это 2 числа, и в самом конце a плюс d, c плюс d. Отлично, все 10 чисел вы написали. Так, теперь нужен герой, который понял то, что сейчас произошло, давайте, и сможет это написать для 5 чисел. Справка не нужна совсем. А меньше чем дальше, b дальше. Интересно, что сейчас идет. А плюс e, молодец. Конечно, так. Ребята, смотрите, он все правильно вам рассказывает. А плюс e, b плюс e, c плюс e, d плюс e, дальше. А вот e плюс e, это неправильно, так не бывает. Потому что у нас каждое число, за счетом я слагаю, вам не больше чем один раз. Ну все, садитесь. Вы дошли до d плюс e, и дальше какие-то проблемы. Кто сможет исправить и дальше написать правильно? Молодец. А плюс d плюс e, а дальше, c плюс d плюс e, отлично. А дальше? Уже сумму из трех не напишешь. c, d, e, это уже подряд ждет. Значит, пойдет как? А плюс c плюс d плюс e. Потом. Молодец. Б плюс c плюс c плюс d плюс e. И, наконец, последнее. А плюс b плюс c плюс d плюс e. Все поняли идею? Ну правда же красиво? Правда красиво. Спасибо вам. Спасибо.